Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня у нас 21 августа, на исходе лета. И я решила вам опять показать смешанную грядку, где у меня растут помидорчики, картофель сладкий, батат, немножко перчиков, ну и рос картофель из семян. Картофель из семян, естественно, уже засох, его надо выкопать. А вот помидорчики и бататик в полном разгаре. Посмотрите, какой замечательный батат вырос на грядке. Замечательный! Конечно, это только листва. Сам картофель внутри сидит в земле, растет. И копать мы его будем, естественно, в сентябре. И вот когда я буду копать, я обязательно покажу, что из него выросло. Сейчас же я хочу показать помидоры, какие у меня помидоры. Помидоры я здесь уже рвала два раза. И вот даже, когда я уже сорвала два раза помидорчики на салат, вот, посмотрите, какие все-таки выросли прекрасные у меня здесь помидоры. Смотрите, какая прелесть. Помидоры здесь не были посынкованные. Вот, они как хотели, как им вздумалось. Вот, по все стороны, как говорится, никто им не мешал. Вот, грядочка, как видите, большая. И помидорчикам, конечно, здесь было вольготно. Потому что все-таки высокие растения здесь именно помидорчики. А батат все-таки стелющийся. Ну и, вы знаете, получилось даже, скажем так, очень красиво. Помидорчики в такой зелени, им корни прикрывает батат. Очень красиво. Ну и помидорчиков, как видите. Обратите внимание, сколько много выросло на такой грядке помидорчиков. Крупные вон какие. Поглядите, огромные помидорчики. И мелкие помидорчики. Сорт мелких помидорчиков типа черри. И вот какие. Здесь я уже, наверное, штук пять рвала, если не больше. Вот этих, тут были крупные, прямо большие первые помидоры. Вот здесь я рвала тоже два помидорчика. И здесь вот тоже два рвала. Помидорчика, ну, которые выросли первые. Вот. И вот посмотрите, еще сколько-сколько помидорчиков. Еще зеленые вон есть. Совсем помидорки. Совершенно. Вот посмотрите, какие хорошие помидорчики. Конечно бы, они бы, может, еще завязывались еще. Ну, жарко было. Очень жарко. И, естественно, завязываться было проблематично. Потому что пыльца все-таки стерилизовалась при сильной ожаре. Было больше сорока градусов. Вот сегодня у нас немножко тучки, как говорится. А то три недели стояла сильная жара. Больше сорока градусов в тени. И, естественно, сразу же все пошло как бы сохнуть. Потому что очень жарко, сильно развился клещ у нас. Ну, который нам все время, в жаркое время года, очень сильно он нам вредит. И мы, конечно же, страдаем. Не мы, а растения наши. А мы, естественно, теряем в урожае. Но брызгать химией я не хочу ничего. Потому что клеща возьмет только химия. Ничего больше не берет его. Никакие чесноки. Все это уже испробовано. Вот, ничего его не берет. Только химия. Это такое насекомое, которое неубиваемое, скажем так. Неубиваемое простыми средствами. А только вот холодом и, естественно, химией. Но я предпочитаю кормить свою семью чистыми продуктами. Поэтому вот что выросло, на том и спасибо природе. Ну, как видите, помидорчики у меня все чистенькие. Никаких заболеваний нет. Единственное, что я еще раз говорю. Все растения стали страдать от клеща. Клещ это такое насекомое, от которого... Вот видите, что делает. Все сохнет из-за него. Там фитофтороза у меня нет. Как видите, все стволики очень чистые. Помидорчики очень чистые. Клещ-клещ повреждает в основном листья. Даже стволики не трогает. Потому что для него, похоже, это несъедобно. Плоды тоже от него не страдают. Страдают только из-за того, что листва начинают жухнуть. И плоды, естественно, начинают краснеть, которые есть. И те, которые только завязались, естественно, погибают. Потому что нечем питаться. Потому как все же таки листва питает растения. Ну, как видите, помидорчиков очень много. Вот посмотрите, сколько помидорчиков. Посмотрите, обратите внимание. Это вот помидорчик у меня шахризады. Очень мне нравится. Но он в первую очередь повреждается клещом. Как видите, неустойчивый. Клещ сразу можно отличить. Вот посмотрите, как бы паутинка на листьях. Как бы паутинка. Вот почему она называется паутинный клещ. Вот. А помидорчики, поглядите, какие. Это уже с другой стороны. Как видите, помидорчиков очень-очень много. Ничем помидорчики не порченные. Абсолютно. Вот. Чистенькие помидорчики. Единственное, что я говорю, что вот. Единственное, что листья, конечно же, клещ повредил. Ну что ж, конец августа. Я надеюсь, весь этот урожай какой есть, он выспеет. Я знаю, что он выспеет, потому что помидорчики, они дойдут даже от своих стволиков. Питание возьмут из земли стволики. И пока засохнут стволики, растение будет питаться. И они успеют все вызвать. Потому что маленьких совсем помидорчиков, как видите, почти нет. Вот, почти не завязались, так как была жара. Ну, а эти они, вот посмотрите, какие. Даже наверху завязались какие огромные помидорчики. Вот тут еще есть. Вот. И тут вот есть. И сливочка есть. И зацепилась салатом. А посмотрите, какая внизу сливочка. Замечательная сливочка. Замечательная. Видите, какая прекрасная сливочка. Почему я... Вот еще здесь сейчас покажу. Даже оранжевый вот есть помидорчик, как видите. Вот. И вот сливка. Желтая будет она. Сливочка. Тут посажены помидорчики разные. Я уже сажала без названия. Потому что, когда я выдергивала у себя в теплице для посадки помидор. То, что оставалось, а уже было без названия. Все как получилось. Получилось. Поэтому здесь совершенно разные помидорчики. Разные сорта. И сливки, и крупные. Все вместе. И, как видите, все замечательные помидорчики. Вот даже огурчик я сажала. Думала, что он пропал. Но он, как видите, прекрасно себя чувствует. Это армянский белый огурец. Ну, пока вот только зацвел еще цветочек. Он вообще очень поздний. И, ну, не знаю, будет что с него, не будет. Даже если не будет страшного, ничего нет. Я сажала его один корешунчик. Вот. Что дальше? Ну, вот, пожалуйста, это уже кошка у меня тут вот набезобразничала. Вот, пожалуйста. Вот. Что делает? Ломает. Вот, ковыряется в земле. Ну, не убивать же ее за это. Ничего страшного. Вот картошечка уже, вот, как видите, подсыхает. Это из семян. Картошечка из семян. Вот совсем засохла. И даже появился, как видите, колорадский жук. Ну, мы его сейчас себе возьмем и раздавим на досточки. Вот просто так вот. Ну, пал туда, ну, еще раздаем там. Все, ничего не будет больше. Никакого жука. Вот, как видите, какая получилась у меня грядка. Вот. Ну, надо сказать, для нашей местности, конечно же, высокие грядки, ну, как бы не совсем практичны. Почему? Потому что, ну, во-первых, потому что высота у меня здесь сильно большая. Ну, посмотрите, как красиво смотрится даже грядочка. Зеленый батат, красные помидорчики. Вот. Ну, замечательно смотрится. Перчики тоже есть, но они только начали завязываться. Вообще, в этом году у меня перцы очень поздние. Вот, потому что холодно было весной. Но они почти не росли. Сидели на одном месте. И вот какие посадила, такие и сидели. Даже не собирались расти. Я думала, что они вообще не вырастут. Но, как видите, начали расти. Вот у меня тут даже есть, вот на этой грядочке, вот перчик зародился. Вот большой, видите, какой огромный перчик. Вот. Вот тут перчик есть тоже огромный. Тут у меня рядом грядочка. Тоже большие перцы на них уже. Он, видите, какие длинные перцы висят рядом с баклажанами. Ну, в любом случае, я без перца не останусь. Все равно перчик у меня будет. Но факт заключается фактом, что растения можно сажать в совместных посадках. Только нужно подобрать такие растения, чтобы они не мешали друг другу, а наоборот друг другу помогали. Это вот такие растения, которые, допустим, вот можно сажать рядом с помидорками. Неденькие базилики. Есть сейчас такие базилики. Греческий мяч называется. У него такое красивое получается растение. Невысокое, кругленькое, как мячик. Почему называется греческий мяч. Можно сажать здесь невысокие перцы рядом с помидорчиками. Ну, как видите, вот батат можно сажать. Ну, есть еще какие растения, может быть, которые могут не быть у меня, а быть у кого-то другого. В общем, я хочу сказать, что нужно сажать растения вместе, чтобы не пустовала земля. Но не должна земля быть пустой. Не должна, не должна. И ничто не будет страдать, если растения друг другу подходят. Ну, вот батат, он не занимает много места. У него стелющиеся побеги. Вот я вам сейчас покажу. Посмотрите, его можно, конечно, пускать и на опору. Понимаете, можно пускать. Ну, зачем мне их пускать? Вот посмотрите, там вот видите, какое пространство. А вот листва закрывает все. Видите, как закрывает все листва. И все, и корешочки у растений не страдают от засухи. И прекрасно они себя чувствуют, томатики, как видите. Как видите, до сих пор еще зеленые листва. До сих пор. Вот у меня там на открытый, вот посмотрите, например, кабачки. Вот открытый, нету ничего там над ними. Вот уже посохли, уже клещ совсем почти съел их, как видите. А помидорчики еще, слава богу, хорошие. Внутри вот, конечно, желтые. Но это потому, что все-таки густо они растут. И густо почему? Потому что они не формировались, то есть я не уборяла пасынки. И внутри, естественно, густо и листочков не хватало света. Однако помидорчики, как видите, выросли просто замечательные. Я вообще довольна урожаем на этой грядке. Просто довольна. Я уже собрала, наверное, килограммчиком, может, три здесь, на этой грядке. Может, чуть больше. Я не взвешивала вообще. Вот. А еще сколько, посмотрите, томатиков, которые еще порадуют меня долго. Это не единственное, конечно, у меня место, где у меня растут томаты. У меня есть большая плантация. Ну вот, было много рассад. Идевать ее было некуда. И я посадила вот на такую грядку. Изначально грядка должна была идти под батат и картофель из семян. Но картофеля из семян вышло мало. И поэтому пришлось чем-то засаживать. А так как томатной рассады было очень много, я ее сажала, где придется. И вот, естественно, я посадила здесь. Вот рядом у меня тоже томатики. Ну, вот уже упал даже один. Я сегодня рвала здесь томатики для салата. И, ну, рвала, в общем, нужно мне было. Вот здесь вот висела кисть полностью. Вот, посмотрите, какие шикарные получились здесь томатики рядом с виноградом. Вот, ну, это из-за того все-таки, что сажать куда-то было нужно рассаду. Жалко было выкидывать ее. Вот, ну, вот, как видите, я какой урожай еще дополнительно как бы получила. Вот там еще вдалеке есть. Ну, как видите, здесь у меня открытое пространство. И, естественно, в листву погубил клещ. Вот, посмотрите, что творит. Вот видите, какой вот нехороший все-таки вредитель, поганый. Ну, вредитель он и есть, вредитель. Вот его видно даже, какие у него паутинки. Вот как бы на листьях и на стволиках он от одного листочка передвигается к другому. Он размножается, как огонь. Вообще, это такое нехорошее насекомое, вредное, что очень много от него, конечно, неприятностей. Вот, ну, и вот хоть рядом, как видите, виноградик, а помидорчики удались-таки на славу. Это были вот розовые помидорчики. Это из Челябинска, третья серия Малинового Чуда. Вот это один, это вот второй томатик. Это из серии Малиновое Чудо. Это замечательные помидорчики. Я вот тут уже рвала и вот тут рвала помидорчики. Я вам хочу сказать, это очень хорошие помидорки. И я вам рекомендую. Эти помидорки очень замечательные. Из серии Малиновое Чудо. Их три Чуда, но это из третьей серии. Просто остатки оставались у меня. Я в этом году их не выписывала. Очень много у меня семян разных. Ну, вот на следующий год я хочу выписать, потому что мне очень нравятся эти помидорчики. Они очень красивые, как видите. Замечательные кисти такие висят. Замечательные томатики. Ну, вот, дорогие огородники, на этом, пожалуй, все. Сажайте растения на совместных, на совмещенных грядках. Сами старайтесь подбирать какие-то растения. Может, какой-то не подойдет, но не страшно. В этом году попробуйте одно растение, а на следующий год другой. И если у вас остается место возле томатиков, которая вот, ну, не прикрытая земля, и вы нечем вам мульчировать, ну, засадите вы каким-нибудь вьющимся растениям, которые стелющиеся, которые стелятся по земле. Можно даже цветами, можно бархатцами, для чего угодно. И мало того, что это будет очень красиво, и к тому же вы соберете прекрасный урожай. На этом до свидания. Всего доброго. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось. Ну, если не понравилось, извините. Всего доброго.